Знаете, за то время, пока я веду свою информационную войну, а это не так долго по сравнению с тем временем, как моя страна ведет войны по отношению к другим государствам, я познакомилась с огромным количеством украинцев, которые мне пишут слова поддержки. Часть этих знакомств привело к дружбе, а совсем небольшая часть этих знакомств привело к тому, что некогда посторонние люди стали мне близки больше, чем большинство моих родственников, которые сейчас наводятся в России. Прямо сейчас на операционном столе в Украине в машине скорой медицинской помощи лежит молодой парень, которому достают осколок из грудной клетки. Он парамедик, и за годы войны он спас огромное количество жизней в свои неполные 27 лет. На защиту своей страны он пошел добровольцем. Во время войны от рук оккупантов из моей страны он потерял свою бабушку и маму, своих самых близких и родных женщин. Их расстреляли, когда они вывозили детей с территории, на которую пришли оккупанты. Это подлая война, подлое время и совершенно подлое государство, которое разрушает и забирает будущее тех, кто должен жить счастливо в своей стране. Моя страна ведет подлую войну, не соблюдая законов военного времени. Машины парамедиков расстреливают, им не дают забирать с поля боя раненых и убитых солдат. Автомобили с детьми расстреливают, женщин пытают, а детей насилуют. И это все делают солдаты так называемой второй армии мира. Это страшное время, и те, кто творит это безумие, обязательно должны ответить за содеянное. Россия сейчас избавляется от убийц, насильников и преступников. А в Украине сейчас погибает свет нации. Никита, пожалуйста, живи. Ты обещал, что мы обязательно встретимся, и ты покажешь моей семье Киев. Милые мои украинцы, я желаю вам перемоги и мира на ваших условиях. Слава Украине! Героям слава! Смерть врагам!